Сказочная. 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 Игра. Игра. На одной волне именно так можно описать общение Натальи Ярошенко с детьми. Мне удивительно, что ей удалось пройти муниципальный, а затем и региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатели России». О победе она узнала всего несколько дней назад. Делится, что особых эмоций даже не испытала, так как в основном их приносит работа. К слову, именно они и привели женщину когда-то в эту сферу. Детские впечатления о детском саде меня натолкнули именно в эту профессию, потому что для меня жизнь в детском саде – это самое счастливое время в своей жизни. И как бы хочется продолжить это счастливое время. И поэтому стала работать в детском саду и счастлива. Всего на конкурсный отбор было подано 212 заявок из 29 городов и сел края. Благодаря нашей землячке Канск попал в список лидеров. Отметим, что конкурс «Воспитатели России» в этом году проходит в электронном формате. Эксперты отсматривают видеоролики и презентации участников. На их основе принимают решения о победителях. Впереди Наталья Юрьевна ждет федеральный этап. На данный момент туда прошло 502 работы лучших воспитателей со всех регионов страны, в том числе и нашего края. В числе семи победителей будет представлять уже наш город на федеральном этапе «Воспитатели России». Мы все души Наталья Юрьевна поздравляем. Поздравляем 11-е дошкольное учреждение. И я думаю, что здесь именно такой инновационный, хороший потенциал, методический потенциал этого учреждения. Качество работы учреждения вот таким образом подтверждается. Лучшие работы можно будет увидеть на сайте «Воспитатели России», а в интернет-журнале можно будет проголосовать за народную номинацию. Подведение итогов федерального конкурса и награждение победителей состоится в конце года. Формат проведения церемонии пока не определен из-за ситуации со второй волной коронавируса. Валерия Черных, Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.